добрый день дорогие друзья с вами вновь в студии я так думаю интересные гости и как в советское время говорили тащи с завода каждый гвоздь ты тут хозяин а не гость да поэтому раз вы пришли вы тут можете чувствовать себя как дома и сегодня мы немножко поговорим о ваших делах великих и плавно перейдем что делать россия александр мне такое лаверды конечно политическая знаменитое стихотворение советского поэта гвозди бы делать из этих людей крепче бы не было в мире гвоздей вот сегодня вы гвоздь программы потому что я гостя вы гвоздь программу потому что вы действительно очень крепкий человек для меня для меня вы действительно собиратель нации собиратель вот тех смыслов и идей которые составляют суть нашей цивилизации ну а ингрида ким конечно как пока же всегда были евразии вот икона именно евразийского направления папа литовец мама имеет восточные корни восток и запад слились воедино в семечко в семечко правильно что она живет москве спасибо мы сегодня знаковый день 1 июня начало лета вот раньше как греки говорили кану кануть в лету да ну то есть вообще туда где забвение а мы наоборот говорим о том что забвению мы не предаем свое прошлое а мы наоборот устремлены через прошлое в будущее и сегодня 1 июня день детей я сегодня с сыном уже еду на мероприятие до всех поздравляю мамочек с праздником папочек с раз праздником то что деть это все это наше будущее что россия тоже мать матушка руси и собственно ради детей сейчас нам надо выстроить такую систему который мы смогли бы им оставить наследство да то есть трудимся не только на благородину и на благо своих детей то есть уже об этом думаю ждите подрастает поколение наша ответственность перед грядущими поколениями причем она не не эфемерная не абстрактная она совершенно конкретно раньше во времена коммунизма закапывали капсулы как вы помните потом говорят вот буду потом когда я читал им да да по раскопают буду жить уже при коммунизме деньги отменят и так далее этого не случилось этот потерпел в икрах и сейчас мы знаем почему он был сюда мы знаем почему мы должны сейчас оплаты бога не не был абсолютно это волосикулярная модель она не предусматривал наличие главные личности божественной личности личности бога творца всей вселенной человек из ориентирован когда он не под богом ходит может так сказать человек просто рассчитать на советским проектом видите как получилось я помню прекрасно 70-е годы и вдруг нам объявляют и говорят что скоро мы будем жить при коммунизме через 20 лет это было объявлено хрущевым еще двадцать втором съезде 22 эта цифра перебор называется и вот прочитав учебники я посмотрел по времени ага вы начинались 80-е годы я иду в магазин пока за бутылкой портвейна и мы думать что мне денег не хватает а где же коммунизм которые обещали уже вот он ровно от каждого по возможностям каждому по потребности вот потребности остались не коммунистического характера капиталистические буржуазные портвейн куба конечно очень много дала но сейчас все же речь россии даже фидель кастро в последние годы вот принимал и путина и патриарха кирилла и на кубе на самом деле тоже большой перекресток вот этих вот идей и нельзя как не зря вот гаване встретились наш патриарх не дали папа варимский да да франциск поэтому это убежден что определенный знак символ объединения именно христианского это перезагрузка перезапуск перезагрузка перезапуск да но чтобы наш проект был для всех они для избранных он предполагает по полномерную теоретическое обоснование то что всем это надо делать и не только это христианский проект который мы занимаемся это проект глобальный он для всех вообще для всей планеты открыты все но россия будет стартовой площадкой россии будет стартовой площадке призванного братья мы призываем все народы мира вот реализовать богом данное им право право на свободу право на самореализацию духовную право в конце концов на эволюцию это самое важно и дабы избежать вот этой ядерной войны вот этих всех разборок ненужных совершенно угроз и рисков угроз и рисков да и тот золотой век о котором говорили все вообще пророчества не за горами то есть главное начать и я думаю что сегодня прекрасный день что мы можем объявить что мы начинаем уже реализовывать вот этот наш до замечательный проект россия называется видите предвосхищение настолько мир может быть прекрасен удивителен свободен справедлив будущего мир когда он будет правильно основан что все будут довольны не только там скажем так низшие слои населения сила сто процентов и даже самые богатые мире олигарх как вот я помню ты говорил что несчастны все все равно страдают какой-то причине там может быть там налил на любимое платье все тоже какие-то страдания то есть страдания невозможно избежать когда умирала жена рокфеллера первое ей какое у нее было последнее желание она принесите мне пожалуйста платье мои любимые там дорогое какое-то за миллион долларов который было сделано вместе с бриллиантами там золоте и вот когда и платье дали в руки она и вот так зажала умерла что пришлось ножницами вырезать то есть невозможно было то есть так человек вот этот мир хотела унести народа вот так как мы вцепляемся материальных ценностей дата не хотим отпускать особо не несешь в тот мир тот мир не унесешь да может быть и ничего не было внутри она решила восполнить собственно говоря сам по себе мир вот будущего что собой представляет вот эти все материальные ценности на самом деле их хватит всем мы знаем что преподобные серафим саровский ушел из этого мира обхватив икону и с улыбкой на устах икону божьей матери и он почил в радости и вот эта радость о боге выше этой радости ничего нет и мы как поликонфессиональная держава я действительно вот считаю что уникальность россии в том что мы поле этническая цивилизация и мы поле конфессионально вот гриды ким как муниципальный депутат своего округа на красный пресняк а кандидат но вот недалеко от вас я знаю что католический храм вы же наверняка тоже посещать потому что я по вероисповеданию католической моя мама тоже крестилась уже в литве будучи когда венчалась папой я помню этот момент когда они в церкви стояли мне тоже поразило таком полном полной тишине но это момент счастье да люди объединились на навсегда потом и папа умер и через какое-то время но мы продолжаем посещать католический храм на грузинской это мама моя поет в хоре я закресила там своего сына вот я считаю что это очень важно сохранять традицию религиозную конечно разница литургии католической и православной как раз в том что в православии больше проявлены скорбь и печалывание о своих грехах это сокрушение сердца о нашем несовершенстве в католической литургике там вот представлена радость радость того что господь не зашел сам пришел в этот мир бытия искупить наши грехи отсюда радуются душа и вот как они друг друга дополняют я считаю что необходимо сегодня очень конструктивный системный и долгосрочный диалог между православием и католичеством я в этом убеждены то что ингрид включил это в свою предвыборную кампанию такая что очень мудрый пункт но я до хочу избирателей настроить на то чтобы нет я и и хочу сказать что также из-за тех кто живет в моем округе и мусульмане мне нравится то что сейчас будет вот идете в чем дело оказалось что мир будущего это коллективный разум коллективный разум мы можем только русские способны его миру модель предельно предложить коллективный разум я вчера индивидуализм убивает и нас хотят здесь также все разлагает гитлер мечтал об этом но у них не получится потому что атомарные конечно даже я внешние азии европа все вместе должно быть я вчера воочию убедился как работает вот соборная система я целый день провел с замечательным таким старцем отцом варнавой и он показал то есть у него простой телефон в руке у него 500 чат каждый ему звонит твой батюшка не участок не могу продать земельные помолись там или еще кого-то он говорит ладно там обратись к василию он риэлтор там вас это сами я помолюсь то есть ой батюшка не поступил ребенок туда-то надо поступать куда-то то есть каждую минуту ему звонят он говорит так позвони на интегратор до позвони тому-то до позвони тому-то с ним соединись и скажи от меня то есть он вокруг своего вот этого вот своей семьи который он создал он им ближний то есть они исполняют закон люби ближнего твоего как самого себя то есть они его реально любят этого батюшки на реальном улице да он реально молится за них и он исполняет роль вот такого до интегратора абсолютного то причем это настолько все оперативно быстро он дает духовное окормление чадом слоем духовно ну как вы считаете и выполняют роль интегратор не пока потому что нету советчиков не советчиков систему еще пока никто не модели модель не предложен то первый предложит эту модель станет вообще а есть изоляция от ближних мы не можем к нему обратиться как бы изоляции изоляция большая что он прекрасный потоки на где-то блокирует хаос я безусловно владимир владимирович его уникальный рост и нас что он является духовным собирателем русской нации в том что он неоднократно посещая фон и являя нам вот этот благолепный пример действительно христианина а в свое время извините перебил ты знаешь как он что случилось ним на афоне я знаю он вставал на этот престол да нет я написал статью по этому поводу неизбежная миссия владимира путина называется когда он сел в автомобиль и ему перегородил дорогу осел и он не мог ехать и он вышел из машины ослуг говорит пожалуйста уйди с дороги я должен проехать охрана там все осел отошел и обратно когда он возвращался опять этот же осел опять перегородил ему эту дорогу это было расценено как знак что путин у нас как такой провожатый не даром у него фамилия путь до путин то есть он нам должен показать путь магистральный представьте себе если он сейчас просто так возьмет и уйдет все это полная будет катастрофа потому что он не дал да мы строили строили капитализм не смогли его построить потому что у нас генетический код совершенно другой мы нам чужды эти элементы мы не можем жить чисто живой на живой до русский человек не может быть счастлив если не счастлив где-то там ну я абсолютно александр с вами согласен мне кажется уникальность проекта россии состоит в том что он мы дали он огромным и он является настолько системным что захватывает все сферы человеческого бытия он захватывает интеллектуальную сферу образовательную сферу сферу предпринимательства или бизнеса он также охватывает сферу межчеловеческих отношений коммуникаций политических отношений и международную сферу в том числе но самое главное конечно это духовная сфера вот я согласен с тем что вот правильно упомянула ингриду сейчас о том что идет священный месяц рама рамадан сейчас шатер рамадан на боков на горе и мудрость как раз владимир владимирович было правильным в том что он лично приходил на открытие соборной мечети у нас на проспекте мира мы знаем и были приглашены первые лица многих исламских государств это еще раз показывает что у нас в россии вот этот номер не пройдет никому не удастся вбить клин между православием и христиансом ислам никогда и вот и наш клуб международный дипломатический клуб амика билите добрососедство добрососедство мы делаем эти культурные обмены и вот я очень рад обменный experience опытом и за прошлого года мы были как раз грозным открывали выставку замечательного русского александра шилова в чечне а потом за свечой в руке мы стояли на молились и молились да потому что была пасха я могу посещать православный храм с днем космонавтики вот этот русский космический бог дарья блин да понимаете это очень важно потому что мы действительно страна и даже не страна а цивилизация который может и должна показать всему остальному миру пример мы уже показали в том что мы первые вышли в космос мы уже показали в том что мы справились коричневый только благодаря нам благодаря соборности соборности нашей была покончена затем а чудовищным искушением вообще двадцатого века в новейшей истории когда кто-то вот диктуя вот эту избранническую теорию там превосходство как вот расового диктовал свои условия всех остальных превращая в рабов мы с этим поквитались сегодня мы должны явить новый пример и поэтому путин сегодня всему остальному миру вот как раз этот призыв к свободе призваны вы братья он транслирует его наша протянута рука это рука с надеждой на рукопожатие ответная рука а призыве к любви да а мы выковали ему правильный меч истории вот причем не меч не боевой а меч любви закон самый большой во вселенной который будет работать в этой соборной социальной системе россии люби ближнего твоего как самого себя конечно не делай не отворачивайся от соседа вот надо хэштег после нашей сегодняшней беседы сделать путин духовный джедай и сосед люби кстати да очень хорошо потому что вот мы живем до в одном доме и сейчас традицию что куне здороваться меня это прям коробит я стараюсь совсем всегда поздороваться даже если я не знать их людей я хочу как-то даже с ними просто сблизиться путем пожелать им здравия сказать здравствуйте потому что иначе что вы недавно были в грузии и там здорово со всеми произнося габарджоба и вот сейчас в грузии опять-таки процесс перезагрузки держала из нашего врага постигам прощаться внука никогда не должна была бы я встречала со многим общественным деятелям которые как раз занимается этой миссии тоже такой миссионерскую все взяли восстановить отношения между россии и грузии и они давали мне интервью очко . из и потом валерий кварц или это можно посмотреть в интернете где они все переживают за то что нет сейчас официальных дипломатических отношений и они планируют нам приехать на наш клуб поучаствовать дискуссии потому что грузины очень любят русских а русские любят грузин почему потому что христиане литургии в католичестве и православие а мне хотелось бы также сказать о разнице в убранстве внутренним храмовым православных храмов россии и грузии если заходишь в наш православный храм то ты видишь в кругом золото золото икон золото кругом вот это по золотом к чему потому что золото греет золото в нашей холодной державе когда кругом все заснежено приходишь и тебя согревает это золото нужно больше теплоты заходишь убранство православных храмов грузии там все белое что белый цвет там горячо там тепло добавлю да да все в таких резко старинных с такой любой все сделал и какие там прекрасные ходят гиды которые сами там убирают служит в храме и рассказывать просто так бесплатно истории храма лишь бы вы передавали это утро ну вашим друзьям россии чтобы они к нам приезжали так они заботятся об этих храмах и очень обожные люди то есть посещают патриарха вообще в приоритете даже чем президента на вещи хозяин это иванашвили и патриарх ну да абсолютно верно но уже какие-то алинархические структуры и анашвили кстати тоже подвижник большой вот кобря не является его родственникам у него он сделал в одной поселке там своем районе 50 тысяч человек там живет рай настоящий то есть там бесплатно электричество газ нету квартплаты медицина бесплатное образование вот александр вы как подвижник и глубокий аналитик как раз нужное слово я хотел бы как раз об этом поговорить применимо к проекту россии и для меня он тоже вот значимо потому что золотой вот это золотое тиснение это как раз символ руси помните как владимир семёнов швусоцкий купола в россии чистым золотом чтобы чаще господь примечал вот и мы тоже так чтобы господь призрел на нас он увидел наши труды до наши труды очень много сделали вы подготовили почву вот я именно наблюдал за вами то что вы делаете это и есть и подготовка подготовка и падение были так же как вот со слов на середину дороги на мыши к пока не надо уже не на афоне не нет но дело в том что франциск асийский беседовал он же говорил брат осел конце жизни когда он уходил из этого мира он просил у всех прощения и потом попросил прощение брат осла прости что я вот вынужден был так сидеть на тебе я своим весом ты меня возил всю жизнь то есть вот представляете какое одушевление одухотворение диалог с природой и не просто братьями меньше ли то что вы говорите в ближней александр уже говоришь ближним не это просто вот тоже что ты сможешь философии даже в животном он везде везде пошла тоже творение господа не могу не что в грузии очень любят животных и например на меня было открытием потому что я хотел бы это видеть москве и вообще во всей россии все собаки которые там и допустим около ты или гуляли и мы подходили к людям сначала напрягался может быть они там могут там беженцам болеть или что-то укусить или что-то сделать неожиданно они были очень приветливы и у них у всех висят бирочки и все не стерилизованные все они подписаны это вот даже в обычном городе мы там были цхалтуба также еще в кутаисе не только в билиси вот вот насколько все структурировано системы так и должно быть устроено государства пример гуманный подход живой не просто их забирает как у нас показывает потом страшный сюжет о том как убивает собак и и истязает в этих вот питомниках да то есть которые там должны по идее ухаживать за этими бездомными животными и просто заберут деньги за это не заботятся а там наоборот вот они на улице живут но они все скоты милующие есть потенциал такой надежда у нас что грузия тоже войдет в проект россии 100 процентов какие соседи наши ближайшие смотрите по мне как это будет сначала в проект россии войдет как ни странно все ближайшие окружения снг снг да дальше следующие кто вы как вы думаете какая цивилизация вообще нам очень близко и где арии вышли из но ты уже индия правда да разумеется то есть они нашу систему воспримут они сейчас еще в шосс войдут я узнал новость тоже ближайшие вот когда в астане сейчас будет даже такая экономическая экономика все-таки мир будущего он практически дает возможность много свободного времени людям иметь вот если раньше на обработку гектара земли например надо было 50 человек которые обрабатывали потом это дошло до десяти потом пошел сейчас уже один а мощная революция да через некоторое время вот компания например россии римаш делает комбайн с дронами уже с с роботами то есть нему не нужны будут комбайнеры и получается почему западный проект пошел на то чтобы уничтожить человечество потому что понятно что высвобождается колоссальная масса людей девать некуда просто а мы не предлагаем наоборот соединить всех вот этой ауре любви и всем будет абсолютно место место до каждый человек в свою клеточку найдет может знаете вот у нас есть например один программист ему 13 лет он делает одно приложение в день мобильная за 100 долларов то есть работаю сын уже 10 лет сочиняет музыку на ваш патиф на компьютере он живет нижнем ноу горе то есть день но он как бы еще не нашел свое место он должен быть ну такой человек он уже должен быть системе какой-то работать на государство не на себя лично на любимого она все конечно вот вот эти социальные лифты они необходимы они как раз есть люди все будут вот так играть сам будут увлекать играми есть такая версия а играет я вам скажу с какая называется эта игра эта игра найди ближнего своего насколько ты будешь соответствовать по характеристикам и тебе какой человек нужен будет запускаться такая индивидуальная звезда в этой системе она будет находить корреляцию быстро вот по этим лучам за несколько секунд будем понимать это ближний мой или нет вот с вами например я там 80 процентов 80 процентов с товарищем нашу сергей 3 сергей марио просто да я уже вижу 98 абсолютно да где то то есть уже до 100 то ли реки между прочим называли эмпатией эмпатическая то есть как бы проникновение образу бога когда ты читаешь его сердце считываешь вот эти два завоения к с этим а нации мне разница будет вернуться к вот этой важной теме в раз вы про кого упомянули и про рай процитировали вот то что-то построил рай помните знаменитая фраза есенина и вот четверостише если крик не тратит на гинты ручь живи в раю я скажу надо рая дайте родину да вот городский человек да за счет да вот родина для русскочек чушь такую родину вот когда он эпидокла греческого философ паслического родина сказал что родина это там где мне хорошо а потом подумал вдобав где мне всегда хорошо вот всегда хорошо это даже не рать это выше рая и поэтому проект россия это экстраполяция царства божьего на земле то есть эволюция в определенный момент антрого-социогенеза подходит такому моменту когда люди отчетливо осознают что они должны выстроить всю систему цивилизации таким образом чтобы она подталкивала совершенству абсолютно верно к совершенству и совершенство это понимается не виде потребления накопляли благ не видит в виде тех добродетелей которыми обладает человека который может развивать за и зачем он и был создан собственно замысел творца человеке был совершенно другой чем вот то что мы сейчас превратились отошли и а роботов но из нас хотят сделать и вот именно поэтому мне хотелось бы вернуться в проекту который сейчас инициируем нашим клубом ами кабель эти мы уже заявили вам на многих площадках точность это данилом монастырь его когда был союз православных женщин встречался и до этого отливой до проводил свой круглый стол по по воспитанию это проект 48 добродетелей наши звезды тех и два не рапе не лидер те кто влияет на сознание большинства они должны я считаю что примером да да они мы в этом и должны вместе проект расти мамой диссертации лидеров и сомнений которые влияют на общественное сознание важно найти таких через куста бы будет быстрее это все услуги консультироваться абсолютно люди сразу подходит и понесут она загородна и вот проект россии как раз он может русская идея то что бердяев расскажите сергей это лучше меня за русская идея это это комплекс не только бердяев здесь выжимка здесь абсолютно да вот все то что экстракт шлисть дело в том что и раньше возможно было это сделать но не было технологии тогда не был развит интернет все было написано и даже федоров и до николай федоров он все описал описал такие слова у него есть что будущее настолько прекрасно когда человечество объединится когда не будет ни войны ни разрушений не чего того чтобы вообще был нас огорчало и и это будет справедливый мир но у него не было технологии 1863 год то есть он 19 век это вообще то есть невозможно было себе представить что так дальше разовьется вот его начитавшись федорова королев делает ракеты ночи зная королева гагарин летит космос то есть весь наш порыв в космос это не то что иное как федоров ностальгия а вы знаете да по секрету скажу что он хотел то для чего это все было он читал он говорил наш долг воскресить наших предков абсолютно да и и он рвался в космос он думал что там мы разместим души наших ушедших предков он не знал что будет философия очень делал он не вот она как раз в проекте россии красной нитью проходит то есть он мощнейший такой пророка федоров провидец провидится он не как бы не до сканер недооценен да в нашем сообществе потому что время не пришло обидно что молодежь его не знаю время только приходит его и ну я вот как раз хотел выразить свое восхищение александр тем что ты делаешь потому что как знаете вот сенатор римский котон на всех заседаниях сената говорю только одну фразу да и его не служит над ним смеялись карфаген так с этим должен был разрушить потому что карфаген был безбожный цивилизация то что было работорговство и они по вы поклонялись молоху это было ну как кстати практически сатанизм что такое не должен но его услышали поэтому сейчас мы вот так же подобно как у нас нашу только проект россия должен быть реализован это должно быть естественно войти вы знаете что советское время мы выходили вот не видела таких вещей а вот сергей витальевич видел это было лозунг наша цель коммунизм до везде висела а теперь лозунг простой наша цель собор то есть общество будущего духовный собор общество будущего это собор то есть это не капитализм это не социализм не какой-то другой изм это сала собор и по этому поводу очень интересная даже переписка недавно была я ее видел абдулатипову спраханова где абдулатипов пишет на наше общество говорит настолько разделенное ну что начнем строить наш собор и проханов отвечать да государство должно быть храмом для всех они для избранных абсолютно то есть я абсолютно согласен хотелось бы это здесь сказать об одном тоже примечательном событии которые есть шаг к построению того самого собора как вы знаете 27 по 29 мая в москве прошел первый учредительный съезд ассамблеи народов евразии куда ассамблея народов россии где абдулатипов почетный президент вошла и мне приятно отметить что наш клуб международный дипломатический клуб амика бильте подписал соглашение с экономическим советом ассамблеи народов евразии что мы тоже входим в такси в координационный совет мы тоже на острие можно сказать вот объединение событиях объединения да совершенно верно поэтому время приходит собирать камни там такие были фигуры почетные как владимир и кунин до человек ищущий идею вот там еще за один из тех фигурантов россии должен лежать действительно на столе но достоевский же это давно уже формулировал до что национальная русская идея есть в конце концов лишь всемирное всеобщее единение я знаю но дальше там пишет значит надо выйти из всех кабинетов оставить распри и начать делать это дело абсолютно я уже сказала все отзывчивости русского человека вот наверно поэтому господь нам как нации доверил это великое благое деяние потому что знает что душа наша обладает этим качеством свойством все отзывчивости мы отзываемся на чужое горе мы слышим это эти вот чаяния сердца другого человека достоевский достоевский также писал что у нас доселе невидимый тип человека в россии как боление за всех вот такой сердобольность да скажи так это второй столб проекта россия пера федоров достоевский и третьим забытый тоже сейчас и не заслуженно как бы такое задвинутый может гений наш до мощнейший это лев николаевич толстой концов да это бренд мировой у него даже премии для писателя не забыть почтят да но толстовцы собирают но дело в том что в мощности такой глубины вот это вот осознание всего не потому что он противопоставлен церкви православного то все это да и из-за этого как он он отлучен да но вы знаете здесь большая трагедия байоня двоя когда потому что вот эта анафема который был подвержен граф лев николаевич это я тоже считаю такое событие в истории церкви который будет преодолено и она будет переосмыслено вот и мне кажется что сегодня как раз наследие всех великих русских писателей знаете как вот помните было тогда в детстве нашем михаиловома сказка когда иванушка главный персонаж он забрасывал куда-то дубинки вот куда-то в небо высоко не а потом эти дубинки падали как в нужный самый момент на голову разбой да да вот замечательный такой момент что никто не знает когда это сработает коллег вот уже так же в космос посылаются идеи они вызревают там они набирают такую концентрацию и потом они вдруг нет я точно знаю что есть такой момент синергии если ты держит усилия обязательно будет эффект обратно вам обязательно придет вот в лице чего-то какого-то действия отзыва очистка эхо потому что люди неравнодушны за тем экраном и я думаю что не пустые слова здесь сегодня произнесены поэтому и очень много мыслящих мыслящих людей и в том числе молодежи хотя сказать сейчас такая подрастает но я предлагаю делать наши встречи так сказать регулярными там раз в неделю хотя бы приглашаем всех выходил в эфир да мы пользуемся пользователи до друзей комментарий мизбороз я ну хотела бы рассказать про вчерашний свое посещение малого театра было на спектакле таланты поклонники это кстати новая постановка вот она только в апреле вышла и так было знаменательно сидел втором ряду в партере не абсолютно не хвастаясь то есть это было мне очень неожиданно сначала не узнала и увидела юрия соломина или мифодища и я думаю ну какой-то батюшка пришел на спектакль мне так интересно было надо же они священнослужитель находит время и посещать светские мероприятия но это хорошо что показатель такой да оценить культуру и любить искусство очень важно такой пример для общества и в конце вынесли букет и объявили что этот букет огромный красивый был от патриарха кирилла и я сначала подумал что просто перед передали да а потом оказалось это вот батюшка сидел в ложе это был патриарх кирилл вот я и считаю что вот вот они и вы знаете люди и приветствовали люди так обрадовались вот вот она нашего россияна живое и вот так же откликнется этот проект сразу в сердцах то сразу все стали такие прям возгласы еще больше радости да и так же время подходит вот он нашел время и духовная культура наша должна объединиться и он был первый раз первый раз бумага стратегии да да эта стратегия она должна быть продумана тщательно взвешена она уже изложена она может быть в чем-то дополнена в том числе конечно и она пора встретиться с патриархом да уверен она будет реализована рпц и даже не среднесрочной и не долгосрочная короткосрочный по перспективе исторической это будет реализовано а вот грузия и россия возвращаясь к ним вот кто их скрепит патриарх кирилл и их патриарх иларион ираклий верни тут работает хватит всем бакс помню и банджам и президентам и патриархам то есть все люди в этот проект чем он основа основу его что она надо собрать всех живущих создать огромный до огромный организм живой такой мозговой штурм который начнет технологии применять такие что недалеком будущем мы сможем воскресить наших предков и тоже привести их в этот собор и тогда как только завершится полнота сбора всех вот сто процентов всех собрали а цифра есть это 810 миллиардов а еще стип джобс говорил мы можем управлять только тем то что мы посчитали вы не можете управлять даже отар и овец если вы не знаете сколько их у вас а если мы знаем точно сколько людей вообще сколько душ человеческих это просто поразительно то значит есть цель срок и план да просто сша сидят у них ничего нет и они искусственный интеллект придумывает это западный проект а у нас интеллект живой среди людей это то же самое вы хотите чтобы вами управлял искусственный или у вас есть свои мысли вопрос в своем бессмертном романе михаил фанатчик булгаков о том что человек впадает иллюзии когда он думает что он чем-то управляет и плохо не то что человек смертен на то что он внезапно смертен аннушка разлила масло все пошло не так да да поэтому управляют нами звезды звездами управляют полубоги над полубогами полубогами стоит господь вседержитель это целая иерархия есть ангелы есть джинны и есть карлики гномы так сказать змеи человеке наги и так далее очень многообразно устроена эта вселенная я вот в этой части может быть бы не согласился с александром по поводу воскрешение мертвых я думаю что все-таки это прерогатива господа бога не нас ну да мы создадим условия но вот эта часть вот как раз хорошо что а проект россии он открыт и дискуссии для совместного обсуждения понимаешь собор стройте на без учета вот ушедших поколений безнравственно на костях с ничего хорошим то есть мы их тоже вовлекаем этот процесс мой котел когда отец умирал я ему так и послал сообщение что мы встретить с тобой в соборе конечно то есть информационный след человека остается этот собор и все-таки для меня представляется есть некая идеальная бытие царство божие для чего земли не на этой земле а почему когда мы построим то этот мир закончится будет второе пришествие христа и все творю все новое и это будет виртуальный мир какой-то совершенно это мы можем рассматривать да это можно да это виртуальный мир не было реализован в интернете да как сейчас хотят всех нас но он смотрели придатками если общество не станем сейчас россия делать этот собор то для нас сделают антисобор с искусственным интеллектом вот с тем чтобы нас загнать полностью в в их матрицу в за это это все мы русские с нами бог поэтому будем уповать на волю божью на его милосердие и для христианина плотников и врагов ведь нет то есть наши партнеры так называемые они просто нас недопонимали понимают и как все время александр зиновь великий русский философ 20 века говорю что мы должны переумнить запад поэтому только я так думаю да я так думаю научить и думающей россии вот это сравниваем события находим закономерности определяем истину большая благодарность александру за мы думаем все значит и в раз в неделю среда по средам философская среда друзья простите четверг это день юпитера это вообще великий день это считается день по имени четверг чештертона давайте будем по четвергам час дня выходить в а пускай пользователи шлются вопросы что было что обсуждать или после мы были все вместе с набором да сергей викторович дворянов и ингрид ким спасибо до новых встреч александр серегин до новых встреч вам все в